Я думаю, не только у меня одного, бывает такое, что все игры уже надоели, хочется вот знаете, бросить все и ощутить себя каким-то авантюристом-приключенцем, который является членом гильдии искателей приключений и покоряет фэнтезийный мир. И знаете, в каком-то смысле ведь решение это есть. Вашему вниманию, Monster Hunter World. Субтитры создавал DimaTorzok Монстр Хантер Монстр Хантер это уникальная в своем жанре серия игр, которая берет свое начало из далекого 2004 года. Однако мы не будем углубляться в хронологию частей Монстр Хантера и не будем обсасывать каждую отдельную часть, мы возьмемся за конкретную, Монстр Хантер Волд. В данном видео я хочу рассказать, стоит ли эта игра ваших средств и вашего внимания, я его в рот. В первую очередь могу сказать, что концептуальная игра отличается тем, что погружает вас в фэнтезийный мир охотника на чудовищ. Вы действительно проникнетесь этим приключенческим духом, этим авантюризмом, который игра пытается вам передать. Это будет прослеживаться во всех игровых аспектах, начиная от того, как выглядит персонаж, от его брони, от его оружия, оформлением локаций, город, в котором находится игрок, где расположилось огромное количество всяких торговцев. И они же в свою очередь способствуют неплохому созданию атмосферы. Визуальное оформление игры тоже является достаточно аутентичным. Ну и конечно же, всю эту стилистику, весь этот визуал можно накрыть очень неплохим левел-дизайном и просто невероятными боссами. И это все будет способствовать вашему погружению в эту игру. И говорю вам честно, она действительно затягивает и затягивает на многие-многие часы. Ну а чтобы не разбрасываться всякими шаблонными высказываниями, давайте перейдем от самого начала и до какого-то логического конца. Я расскажу о игровых особенностях, о геймплее, ну и потом плавно подведем итог. Ну и пожалуй первое, с чем столкнулся персонаж, это с небольшой катсценой, и кстати катсценой непропускаемой. И вы к этому привыкайте, потому что в игре этого будет много. Я не знаю почему, но у капкомов есть какой-то фетиш на непропускаемые катсцены. И не передать словами, сколько раз я хотел выключить Монстр Хантер чисто из-за того, что я не мог скипнуть просто невероятную, артистичную, срежиссированную на 5 из 5 катсцену. В общем, вы меня поняли. И дальше у нас идет создание персонажа. Создание персонажа и сам редактор в Монстр Хантере... Ммм, нормальный. Учитывая, что ваш персонаж будет почти всегда во что-то разодет, то в принципе он удовлетворительный. Можно сделать как какую-то знойную красотку, так и еще более знойную красотку. Дальше вам предстоит пройти небольшую миссию, потом еще одна миссия. На выходе вас пару раз немножко пообучают. Ну и сражение с монстрами после этого станет для вас какой-то рутиной. И то, с чем вы столкнетесь на материке, в принципе, приятно вас удивит. Это внешний вид игры. Игра вышла в 2018 году и выглядит она довольно неплохо с моей точки зрения. По производительности у меня нареканий тоже нет. На моем нынешнем компьютере я могу играть на высоких настройках в 2К расширении и не испытывать при этом какого-то дискомфорта. Есть определенные замечания по поводу того, что игра слегка подмыливает картинку, но вы с этим столкнетесь и в принципе быстро к этому привыкнете. А так, в общем и целом, меня с графической точки зрения все устраивает. Опять же таки, стилистика игры и сама концепция игры, она может зайти далеко не всем. И то, как разработчик оформил город, в котором находится игрок, то, как разработчик оформил броню, оружие, монстров, то, как оформлены локации и выполнен левел дизайн, может зайти далеко не каждому. Однако, я не могу сказать, что это сделано плохо. Мне мир Монстр Хантера нравится. Он выглядит красиво и, как я и сказал в начале видеоролика, он подстегивает тебя заниматься вот этим изучением мира и вызывает какое-то чувство авантюризма. Поэтому, с моей точки зрения, как игровая графика, так и сам игровой концепт, игровой мир, стилистика, все это выполнено на достаточно высоком уровне. И если с графикой и стилистикой игры все в игре хорошо, то вот с катсценами есть определенная беда. Заключается она в том, что катсцены сделаны, ну, прям постно. Их делали, ну, не то чтобы как будто из-под палки, но так, простенько, не слишком заморачивались. Катсцены зачастую хочется побыстрее пропустить, но разработчик здесь сделал ход конем и запретил пропускать отдельные элементы катсцены. И с одной стороны, это правильно, потому что способствует большему пониманию какого-то сюжета, который в игре, ну, крайне относителен. Но с другой стороны, заставляет вас очень много времени тратить именно на те катсцены, которые вам, ну, не то чтобы сильно интересны. Что еще важно? Важно то, что в игре есть титры, которые активируются после окончания прохождения игры. Они активируются как после основной части Monster Hunter World, так и после DLC. Эти титры нельзя пропустить, игру нельзя выключить, кроме как через диспетчер задачи, вам нужно это все будет смотреть. Если честно, я, конечно, понимаю уважение к команде разработчиков, чтобы мы увидели каждого человека, ответственного за каждый листик, каждую веточку в этой игре. Но, если честно, лично мне не очень сильно хочется смотреть 5 минут титров. Поэтому, с этой точки зрения, к игре есть определенные вопросы, и почему это было сделано именно так, я не знаю. Но, это оставляет, я бы не могу сказать, что негативный осадок, но какой-то осадок уж точно остается. А вот то, к чему у вас могут появиться замечания, так это игровой интерфейс. Он сделан достаточно специфический, и выглядит как будто его портировали с консоли. Но, в целом, это лишь первое впечатление. На самом деле, игровой интерфейс хоть выглядит слегка перегруженным, но на деле таковым не является. Он является, пускай не очень логичным, но тем не менее, очень практичным. Потому что, в процессе заражения, вы будете использовать, во-первых, быстрое колесо предметов, которое есть у вас, на прокрутку колесика мышки. Также, вы сможете зажимать колесико мышки и вызывать другое быстрое колесо. Ну и то же самое вы сможете сделать, нажимая клавиши F1, F2, F3, F4, вызывая полоску с инструментами, где у вас могут тоже располагаться какие-то зелье, противоядие, камни для заточки оружия, какие-то ловушки, ну и так далее, и тому подобное. Кстати, к этому всему можно еще отнести одну очень интересную особенность. Это крафтовые предметы. Дальнобойные билды в игре требуют довольно большого количества боеприпасов, и эти боеприпасы заканчиваются. Иногда их приходится крафтить в процессе не то что миссии, а в процессе сражения. И здесь разработчик тоже не облажался. Он добавил возможность выносить крафт в полоску быстрого доступа. И это дает вам возможность крафтить предметы прямо в процессе задания. И не важно, это хилки, ловушки или какие-то боеприпасы. Но с другой стороны, кое-что мне все-таки непонятно. Почему персонаж не может носить в рюкзаке большое количество боеприпасов, но при этом может носить ресурсы к этим боеприпасам, причем в достаточно большом количестве. В общем, с точки зрения логики есть вопросы, но вот с точки зрения удобства в целом разработчику спасибо. И в этом плане игровой интерфейс он сделан как раз таки специально для игроков, для их удобства и для быстроты. А это в Monster Hunter играет далеко не самую последнюю роль. Но если говорить о самом сюжете, то он в игре не то чтобы сильно заморочливый. Вы являетесь охотником, который, скажем так, регулирует экосистему. И вы сталкиваетесь с тем, что появляются постоянно какие-то драконы, которые вносят смуту в конкретную экосистему. И по сути вам нужно расследовать, а чё ж там такое происходит и почему драконы ведут себя странно. Вы будете заниматься этим в основной части Monster Hunter, а потом драконы поведут себя странно еще раз, уже в DLC. И в принципе я не вижу ничего плохого в таком вот простом последовательном сюжете, который не перегружает вас деталями, который заставляет вас фокусироваться именно на геймплее, а не на каких-то там интригах между персонажами. Лично мне к такому повествованию нет никаких нареканий, но опять же таки важно это понимать и не рассчитывать от сюжета чего-то такого невероятного. Ну и то, с чем вы будете сталкиваться постоянно, это драконы, 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 драконы. Это будут самые разные виверные, как и летающие, так и не летающие, но так или иначе это все будут разновидности виверн. В игре довольно большое количество самых разнообразных монстров и преимущественно, конечно же, вы будете сражаться с вот этими большими представителями, а не всякой мелочью, которая ходит по карте. И что я могу вам сказать? Все монстры отличаются своей уникальностью. Да, некоторые из них являются, скажем так, модификацией отдельного вида. То есть у нас есть какая-то обычная ротиана, есть розовая ротиана, есть роталос, есть лазурный роталос. Но так или иначе, у каждого босса есть отдельная запись в бестиарии, у каждого босса есть уникальный внешний вид, у каждого босса есть свои повадки, свои передвижения, свои атаки и какие-то свои слабые сильные стороны. Поэтому сражаться с ними интересно. И идя по сюжету, вы почти всегда будете сталкиваться с все новыми и новыми монстрами. И это интересно, ведь каждого из них вам предстоит изучить, от каждого из них вам предстоит пострадать, возможно даже пару раз зафейлить миссию. Но так или иначе, со временем вы привыкнете. Вы привыкнете к этому боссу, к его передвижению, к его атакам, к его уязвимостям. И так или иначе, спустя время, вы сможете его победить. Ну а о том, как это будет происходить, и о непосредственно самом сражении, мы поговорим немного позже. Но основной геймплей Монстр Хантера будет сводиться к тому, что вы будете делать основное задание, которое идет у вас по сюжету, и дополнительное, которое необходимо для того, чтобы получать модификации ботанического сада, для того, чтобы открывать различные накидки, которые будут вас бафать, также для того, чтобы эти накидки улучшать, для того, чтобы открывать какие-то ингредиенты в столовой, ну и тому подобное. Также у вас будет и расследование, которое вы сможете брать у отдельного МПС. Это своего рода контракты на каких-то монстров конкретных, за убийство которых вы будете получать награду. И в дополнение к этой награде вы будете получать какие-то ресурсы из этого босса, дополнительные. И это очень хорошо, когда вам нужно собрать какие-то ресурсы для конкретного снаряжения, и вам не падает какая-то редкая часть, например, там какой-то самоцвет, либо же какая-то там пластина из дракона, то такие задания, они очень сильно помогают как раз-таки накопить редких ресурсов. Немаловажным фактором в процессе игры будет являться еда. И в Монстр Хантере это реализовано очень забавно, с помощью системы кухни. Вы можете прийти к кошаку и заказать у него какую-то еду. Каждая еда бафает на максимальное количество здоровья, на максимальное количество выносливости, бафает вашего кошака и, что самое главное, дает вам какие-то пассивные навыки. Какой-то из пассивных навыков даст возможность кошаку поднять вас, когда вы подохнете. Какой-то навык не засчитает первую смерть. Какой-то навык поможет увеличить сопротивление какой-то стихии, либо же наоборот увеличить урон стихии. Ну и так далее. В общем, еда в Монстр Хантере это целый отдельный элемент геймплея, который важно учитывать и важно не забывать принимать еду перед вашей миссией. Если вы не успели сделать это перед миссией, это можно сделать в лагере. Но качество продукта в лагере, скорее всего, будет хуже. И вы получите или более слабый баф, либо же получите лишь часть того бафа, который вам нужен. Поэтому это важно учитывать в процессе вашего геймплея. Ну и коли я поверхностно прошелся по геймплею, давайте немножко углубимся, и я расскажу вам об игровом оружии. Всего в игре есть 14 видов оружия, которые вы можете использовать абсолютно свободно и можете поменять его в любое время, когда вам захочется. Однако для большей эффективности все-таки стоит выбрать какое-то одно и сфокусироваться на нем. Для того, чтобы привыкнуть к комбинациям этого оружия, к передвижению с этим оружием, ну и, конечно же, не тратить лишних ресурсов для того, чтобы прокачивать все и везде, да понемногу. Поэтому на вашем месте я бы выбрал какую-то одну пушку и на ней сфокусировался бы. Но а что же можно сказать про сами пушки? Во-первых, они все довольно большие. В Monster Hunter просто нет такой идеи, чтобы делать оружие маленьким. Все вооружение в игре довольно массивное. Есть что-то более массивное, есть что-то менее массивное, но оно так или иначе массивное. Опять же таки, это может вызвать определенные несостыковки с точки зрения стилистики, с точки зрения восприятия этого игроками. Однако с точки зрения управления это тоже имеет определенный отпечаток. Monster Hunter World это игра с Souls-like боевкой. Поэтому оружие здесь далеко не самое быстрое, да и боссы смотреть на вас спокойно не будут. Поэтому каждому оружию нужно приловчиться. Зачастую сражение с боссом сводится к тому, что вам нужно чувствовать ваше оружие достаточно хорошо и проводить четкие комбинации для того, чтобы вносить максимальное количество урона. Оружие в Monster Hunter отличается тем, что оно все достаточно неспешное. И неспешное не с точки зрения атак, а с точки зрения самих анимаций. Даже катаны или глефа-насекомых хоть и являются достаточно быстрыми, тем не менее оружие все равно имеет достаточно большую инерцию, и это я говорю про глефу-насекомых и лонгсуорлд, а есть же какой-то молот, либо же грейдсуорлд, которые являются гораздо более массивным и более медленным оружием. И вот эта вот как раз таки инерция, она с одной стороны помогает прочувствовать игру и как-то более полно в нее погрузиться, а с другой стороны доставляет огромное количество проблем новичку. Потому что персонаж не будет делать все то, что вы захотите. У персонажа тоже есть определенные анимации, есть инерция оружия, и вы не сможете просто взять и срезать какую-то анимацию. А иногда вы даже не сможете отрегулировать направление удара. То, к чему я какое-то время привыкал, это анимации персонажа. Он будет бить туда, куда смотрит сам персонаж, а не туда, куда я смотрю мышкой. Понимаете? И к этому нужно привыкать. Не все анимации персонажа можно полностью направлять на 360. Бывает такое, что вам нужно прекратить комбинацию, для того, чтобы просто тыкнуть персонажа туда, куда нужно бить, и начать эту комбинацию сначала. А тут опять же таки всплывает такая проблема, что окна для атаки монстров, ну, не то чтобы слишком большие. Иногда это вызывает определенное раздражение. Короче, вот эта вот инерция у оружия, определенная вязкость анимаций и отсутствие полного контроля персонажа может быть сложным для новичков. Даже я спустя 100 часов игры в Monster Hunter World все равно иногда от этого раздражаюсь. Конечно, найдется человек, который прозадротил эту игру от и до и знает каждую анимацию, знает каждую атаку босса, и для него это небольшая проблема. Но опять же таки, для обычного рядового геймера передвижение в Monster Hunter World может представляться определенного рода неудобным. Что ж, про оружие поговорили. А теперь давайте поговорим о том, как это все используется. Сражение с противниками в Monster Hunter World будет совсем нетривиальной задачей. Более всего, Monster Hunter похож на Souls-like игры. У нас есть выносливость, на которой мы уворачиваемся от боссов, либо же блокируем их атаки. И у нас есть оружие. Нам нужно будет прожимать определенные комбинации, нам нужно будет нажимать их грамотно для того, чтобы вносить наибольшее количество урона боссу. Ну и в той же степени, конечно же, нам нужно будет находить окна для атаки, потому что монстр на нас просто так смотреть не будет. И это все заставляет вас думать и планировать в процессе сражения с боссом. Плюс ко всему, вы не будете сражаться просто один на один. Это совсем не джентльменская дуэль. Как минимум, у вас будет кошак, который будет отвлекать босса время от времени, ну и накладывать на него какие-то негативные эффекты, в зависимости от того, какое оружие вы экипровали для своего кошака. В той же степени, вы можете взаимодействовать с окружением. Вы можете ударить босса о стену, можете скинуть на него какую-то глыбу, можете заставить его зайти в лианы, где он запутается и не сможет двигаться. Босс может провалиться в какую-то мягкую поверхность, и пока он будет выбираться, вы сможете тоже надавать ему люлей. Также будет возможность использовать различные инструментарии, которые есть у персонажа, для того, чтобы ослепить, либо же оглушить босса. Вы сможете использовать ловушки, которые носите с собой, для того, чтобы обездвижить и нанести ему больше урона. Ну или активировать естественные ловушки, которые есть на карте, как например взрывающиеся или парализующие лягушки, ну либо же ядовитые цветочки, для того, чтобы босс немножечко отравился. Короче говоря, с точки зрения сражений и взаимодействия с окружением, Monster Hunter это нечто. Как я и сказал, ваше сражение не будет похоже на джентльменскую дуэль. Вы будете использовать все, что будет у вас под руками, для того, чтобы сражаться эффективно. Ну и не стоит забывать, что у каждого босса свой уровень защиты, свои габариты, свои защищенные и слабые зоны. Плюс ко всему, у вас будет возможность повреждать различные части босса, для того, чтобы наносить ему больше урона по поврежденным частям. Ну и не стоит забывать, что у вас будет возможность отсекать части монстров, которые поддаются отсечению. Еще один немаловажный фактор при сражении с боссом, это его стихия. У каждого босса есть одна, иногда даже несколько стихий, которыми он атакует персонажа. И имея сопротивление на такую стихию, вы будете получать меньше урона. В той же степени, у каждого босса есть стихия, которую он испытывает слабость. И если вы возьмете оружие с такой стихией, вы будете наносить ему больше урона, либо же накладывать на него больше негативных эффектов. Кстати, об этом тоже стоит поговорить поподробнее, ведь в игре есть довольно большое количество негативных эффектов. Помимо обычных стихий, которые наносят боссу урон, у вас также есть стихии, которые заставляют босса немножко приуныть. Это стихия сна и стихия паралича. И чем больше вы будете атаковать босса данной стихии, тем больше у него будет сопротивления к данной конкретной стихии. Такая же механика справедлива и в отношении ловушек. Чем больше вы будете использовать ловушек, тем больше у босса будет к ним сопротивления. Да, он будет в них попадаться, но он будет с них быстрее вылазить. Соответственно, окно для атаки будет не то, чтобы слишком большим. Данный, скажем так, статус резист у босса сбрасывается со временем Но стоит учитывать, что не получится спамить ловушки, либо же постоянно держать босса в параличе Ну и с какой-то точки зрения это выглядит логично Ну а если посмотреть с другой стороны, то а почему бы и нет? Ну в общем ладно, не важно Так или иначе, механики в этой игре продуманы довольно грамотно И они будут помогать вам в сражении, но при этом не сделают все дело за вас Monster Hunter это не та игра, в которой вам будет легко И даже собрав самые лучшие самоцветы и изгравьте в себе самое лучшее оружие Вы все равно не будете побеждать с одного удара Для кого-то это минус, но не забывайте, вы играете за обычного человека И снаряжение лишь делает вас немножечко сильнее, но не делает всесильным И я считаю, что это преимущество Monster Hunter Вы будете наблюдать развитие вашего персонажа и то, как он будет становиться сильнее в процессе смены снаряжения Но в той же степени вам не будет становиться скучно и вы не будете чувствовать себя всесильным Я нахожу это сильной стороной Monster Hunter и ставлю за это жирный жирный лайк Ну и коли я затронул тему снаряжения, давайте мы об этом поговорим поподробнее Прокачка в Monster Hunter будет сводиться к тому, что вам нужно будет побеждать монстра и делать из него снаряжение Очень интересным элементом игры является то, что вы не будете знать, какое снаряжение есть в игре, пока не убьете конкретного монстра И после убийства монстра вы получите запись в бестиарии и вам откроется для крафта новое снаряжение И если честно, это вызывает прям какое-то легкое ребяческое чувство азарта, какого-то предвкушения Когда убив монстра, ты бросаешь все свои дела и бежишь к кузнецу проверять, а что же там такого интересного открылось Я думаю, это свойственно всем игрокам Monster Hunter Именно первичное прохождение вызывает самое большое количество вот этого трепета перед новым снаряжением Всего в игре у нас есть две разновидности снаряжения, это оружие и это броня Давайте начнем с оружия, потому что с ним все немножко проще Прокачка оружия в игре сводится к линейности и разделению по веткам То есть если вы хотите прокачивать какую-то ветку ядов, то вам нужно будет прокачать сначала более простое оружие и потом уже более сложное В принципе, выглядит окей, но иногда доставляет проблемы, когда вы уже прошли основной Monster Hunt и начинаете играть в DLC, в Iceborne дополнение И на выходе вы видите, что открылась неплохая пушка, но для того, чтобы ее скрафтить, вам нужно скрафтить все предыдущие В принципе, в этом нет ничего плохого, почему бы не поохотиться на тех монстров, которых вы убивали Плюс ко всему, сейчас вы уже сильнее, чем были тогда, когда с ними сражались Но опять же таки, это так или иначе время Это справедливо не для всех оружий, некоторые крафтятся уже более высокого уровня и вам не нужно крафтить предыдущие предметы Но, тем не менее, такая механика в игре есть У самого же оружия есть белый урон, который наносит оружие Есть урон стихии, который наносит дополнительный стихийный урон Либо же урон статуса, который накапливается и наносит урон позже, либо же накладывает на боссы эффект Это может быть, например, взрыв, паралич или сон Также у некоторых оружий есть пассивный навык, который как-то влияет на персонажа Также у оружия есть уровень заточки, который будет влиять на то, как хорошо вы будете пробивать броню монстра И, соответственно, сколько урона вы будете наносить ему Оружие с минимальной заточкой иногда не сможет даже пробить монстра Я уже не говорю о том, что будет наносить такое же количество урона, как оружие с максимальной проточкой Для некоторых оружий заточка не является необходимой Однако для оружия ближнего боя, для оружия с лезвием заточка является жизненно необходимой Также стоит учитывать, что некоторые боссы защищены очень сильно И более высокий уровень заточки будет способствовать большей простоте сражения с этим боссом. Говоря о заточке, у нас есть уровень заточки, который доступен нам сразу, и уровень заточки, который можно открыть с помощью пассивного навыка. Поэтому не пугайтесь, вот этим вот полосочкам, которые вам недоступны, их можно открыть. Но скажу честно, зачастую вы не будете слишком сильно с этим заморачиваться и будете использовать ту заточку, которая у вас есть. То же самое можно сказать и про некоторые стихийные пушки, потому что не во всех оружиях стихия является открытой. Для того, чтобы открыть эту стихию, вам нужно использовать особые камни, которые, скажем так, распечатают ваше оружие. Ну и не будем забывать, что у некоторых пушек есть пассивные навыки, которые так или иначе влияют на персонажа. Однако о них мы поговорим немного позже, сейчас же я хочу поговорить о броне. Броня в игре всего делится на 5 элементов, это шлем, нагрудник, руки, поножи и ноги. У каждого элемента брони есть определенный уровень защиты и уровень слабости к какой-то из стихий. Также у брони есть отдельные пассивные навыки, зачастую из-за которых и выбирается броня. Потому что если оружие мы выбираем от того, насколько оно может быть эффективно против конкретного противника, то броню мы выбираем как раз таки для того, чтобы получить какие-то пассивные навыки. И на них делается очень большой упор. Также немаловажным фактором в броне будет является то, что она крафтится без необходимости линейной прокачки, без разделения на ветки, убили босса и у вас сразу доступна броня для создания. С другой же стороны у вас есть возможность улучшать броню с помощью камней улучшения. То есть скажем так, вы эту броню слегка подтачиваете для того, чтобы она давала больше защиты. Также немаловажным фактором для брони является количество слотов для инкрустации, которая в ней доступна. Такие же слоты инкрустации есть и в оружии ближнего боя, но все-таки зачастую наибольший упор делается именно на броню. Потому что чем больше вы можете получить пассивных навыков, тем более сильным будет ваш персонаж. Чем больше у вас будет слотов для инкрустации, тем больше камней вы сможете вставить в эти слоты и тем самым увеличить количество пассивных навыков, либо же их уровень еще больше. И соответственно еще больше усилить персонажа. Ну и напоследок скажу то, что основное оружие также можно особым образом улучшить, но для этого нужны будут уже редкие ресурсы, которые появятся уже на самых поздних этапах игры. Зачастую все сводится к тому, что вы крафтите себе как оружие, так и броню, ставите в них какие-то камушки и с этим всем бегаете. Здесь же кстати могут быть определенные проблемы, я бы даже сказал не проблемы, а всякие страшилки, которые вам рассказывают о билдах Монстр Хантера, и о том, что для того, чтобы в этом всем разобраться, нужно потратить несколько сотен часов. Все это полный бред и решается эта вся проблема обычным просмотром какого-то 10-минутного ролика, что является метовым в Монстр Хантере, какое оружие является метовым и какие навыки являются метовыми. После того, как вы узнали с каким оружием вы хотите играть, что является более сильным, что является более слабым, ну или что конкретно вы предпочитаете, вы просто открываете браузер и пишете что-то из разряда Монстр Хантер Ворлд Айсборн, например, Лонгс Ворлд Билдс, и вам выбьет кучу билдов на самые различные этапы игры, начиная от самых-самых первых этапов игры и заканчивая уже хай-энд контентом, сражение с сильнейшими боссами типа того же Алатриона, либо же Фаталиса. Поэтому с прокачкой в Монстр Хантере проблем нет. Есть проблема с тем, чтобы все эти элементы брони собрать, а с тем, чтобы их скомбинировать правильно, зачастую какой-то большой проблемы нет. Поэтому не обращайте внимания на тех, кто пытается излишне все это сильно усложнить. В Монстр Хантер Ворлде можно справиться даже без пассивных навыков, просто персонаж будет слабее, так или иначе все сводится к тому, насколько хорошо вы ощущаете персонажа. Да, эта игра очень комплексная, игра, которая требует понимания своих действий и подбора правильного билда под какого-то противника, но зачастую можно собрать определенный универсальный сет, который подойдет вам на всех противников. Да, вы может быть не сможете выжать из персонажа максимум ДПС и в потенциале будете наносить не 100% урона, а 90%. Но разве от этого что-то сильно поменяется? Я думаю нет. Поэтому прокачка в Монстр Хантере это далеко не такая большая проблема, как об этом принято говорить. Гораздо большей проблемой для вас будет собрать все необходимые фрагменты с монстром, для того, чтобы скрафтить все то, что вам хочется. Вот это основная проблема. Ну и в принципе основная цель вашего геймплея. В этой же всей истории будет немаловажным сделать небольшую ремарочку по поводу брони и оружия. Монстр Хантер Ворлд и Монстр Хантер Ворлд Айсборн. Я бы обозначил это разделением игры на две не совсем равных части, потому что Монстр Хантер Ворлд он даст вам возможность попробовать игру и прощупать ее основные механики. Но Монстр Хантер Ворлд Айсборн раскроет игру в полной мере. И вы получите более сильные варианты противников, тех с которыми вы уже сражались, и получите еще дополнительно больше драконов, с которыми можно посражаться. Вдобавок к этому увеличится количество брони и оружия, которое вы сможете создать, и увеличится возможность прокачки брони и оружия. Поэтому если вы планируете засесть в Монстр Хантер основательно, то я советую покупать игру сразу с DLC, потому что Монстр Хантер Ворлд без DLC, это не совсем полностью тот Монстр Хантер Ворлд. Он раскроется в гораздо большей степени, если вы купите и игру, и DLC. Ну и как мне кажется, я рассказал достаточно подробно об основных игровых моментах, и пришло время уже рассказать о том, как это все ощущается именно с моей точки зрения. Давайте начнем с прокачки персонажа. Прокачка персонажа мне понравилась. Если честно, я уже устал от шансовой заточки, которую постоянно везде пихают, и хочется уже чего-то вот такого более фундаментального, более надежного. И Монстр Хантер Ворлд смог мне это дать. Это та игра, в которой вы крафтите именно то, что вы, скажем так, нашли, что вы уохотили. И зачастую вам не будет хватать ресурсов для того, чтобы скрафтить себе сразу какое-то оружие, либо же сразу создать сет брони. Вам нужно будет пару раз ходить на босса, пару раз получить на нем по башке. И в принципе, это неплохо. Мне это заходит. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы пофармить какого-то отдельного монстра несколько раз. И, если честно, это не вызывает какой-то большой скуки, какого-то чувства угнетения от того, что ты убиваешь одного и того же босса. Ты идешь на него с четкой целью. Тебе нужны вот эти вот фрагменты для того, чтобы сделать вот такой-то билд. И ты не испытываешь какого-то раздражения от того, что ты с ним сражаешься. Плюс ко всему, мне нравится то, что ты можешь ходить на какого-то конкретного монстра просто так. То есть тебе не обязательно иметь какую-то глубинную цель для того, чтобы куда-то сходить и кого-то победить. Ты просто берешь себя в руки, идешь и побеждаешь. Плюс ко всему, в игре очень неплохо сделана мультиплеерная компонента. То есть заходите в какую-то сессию, где игроков побольше, открываете доску заданий и заходите туда, куда вам хочется. Да, там вряд ли будет находиться большое количество заданий, но тем не менее они будут. И иногда убийство босса в компании с другими игроками это более интересно, чем охота в соло. И если честно, большую часть своего игрового времени я провел как раз таки с другими игроками. Просто подключаясь к ним и сражаясь с теми монстрами, с которыми они уже начали сражаться. Также есть возможность кинуть сигнал SOS. Это, скажем так, обозначение вашего конкретного лобби на межсессионном уровне. То есть если вы кинули сигнал SOS, то его увидят и в других сессиях. К сожалению, это сделано больше как обозначение вашего лобби в других сессиях. Но не сделано так, как обозначение, что вам реально нужна помощь. Потому что иногда вы просто хотите с кем-то поиграть, а иногда вам реально тяжело и было бы неплохо, чтобы кто-то помог. А как это понять другим игрокам? Ну, собственно, непонятно. Поэтому к этому есть определенные вопросы. Но опять же таки, Monster Hunter World в этом плане сделан не так уж и плохо. У вас есть сессия на 16 человек и у вас есть лобби на 4 человека. И сражение вместе с игроками на самом деле более интересное, чем сражение в соло. Оно иногда бывает и более веселым, но и в то же время более эффективным. Потому что на боссов действуют свои коэффициенты. Если вы сражаетесь один, то у него 1х хп. Если сражаетесь вдвоем, то у него в полтора раза больше хп. А если зашло 3 или 4 человека, то у него в 2 раза больше хп. Но если учесть, что вы будете накапливать на нем больше статуса, что вы будете его больше бить, что вы будете использовать больше ловушек, то ваш ДПС так или иначе будет выше. И с моей точки зрения Monster Hunter раскрывается как в соло игре, так и в коопной игре. Потому что в него одинаково интересно играть как в команде каких-то приключенцев, авантюристов. И в той же степени интересно это делать как герой-одиночка, заходя на босса в соло. И пускай не просто, но побеждая его. Причем не самую последнюю роль в игре занимают путеводные земли. Это отдельная активность, отдельная зона, которая открывается игроку уже после того, как он закончил сюжетную линию Айсборна. Это отдельный кусок территории с какими-то частями всех биомов, через которые вы прошли раньше. То есть у вас будет там какая-то гниющая долина, и коралловая нагорье, и пустыня, и лес, и какой-то там кусочек зимнего биома. И в этих путеводных землях вы будете охотиться на всех тех монстров, на которых охотились ранее. В процессе охоты вы повышаете уровень путеводных земель, и чем выше уровень, тем более сложные боссы будут появляться. И будет появляться возможность сразиться с закаленным боссом, с которым в свою очередь падают особые фрагменты, особые ресурсы, которые нужны для улучшения своего там основного снаряжения, либо же создания многослойного доспеха для того, чтобы вы носили одну броню, а выглядело это как другой сет. И если честно, вот эти путеводные земли это как второе дыхание для монстр-хантера. Потому что ты вроде бы уже все позакрывал, выполнил все миссии, ну либо же почти все, и тебе как-то слегка это все поднадоело. Но не беда, ведь есть путеводные земли, куда можно зайти как в обычную экспедицию, и у вас не будет ограничения на время, у вас не будет ограничения на смерти. Вы просто охотитесь. Охотитесь, охотитесь и охотитесь. У меня была одна сессия, когда я с рандомами зашел в путеводные земли и, я не знаю, мы убили штук 12, наверное, монстров. Мы потратили на это часа 4, и это было невероятно классно. То есть мы собираемся, убиваем какого-то монстра, возвращаемся в лагерь, призываем другого, восполняем свои запасы, берем необходимый расход, там, возможно, меняем пушки, либо же броню, убиваем еще одного, и так по кругу. И, блин, это классно. Это, знаете, это совсем другой монстр хантер, это не тот монстр хантер ворлд, с которым мы играем постоянно. Нет, это монстр хантер полной свободы. Ты идешь, ты охотишься на того, на кого хочешь, ты охотишься на этого монстра столько, сколько тебе хочется, и ты абсолютно свободен в том, что ты делаешь в процессе охоты. И путеводные земли мне как раз-таки зашли, если честно, гораздо больше, чем в обычной миссии. Поэтому ставлю за них жирнющий-жирнющий лайк и всем рекомендую. Немаловажным фактором в монстр хантере будут являться ресурсы. Обычные ресурсы, не ресурсы с монстров, а ресурсы, которые вы будете находить, которые вы будете использовать для крафта, для того, чтобы сделать то, что вам нужно. И, в принципе, это сделано неплохо. Выходя в обычную экспедицию, без ограничения по времени, либо же, выполняя какое-то задание, вы можете спокойно собирать ресурсы, типа какой-то руды, например, либо же каких-то жуков, трав и тому подобное, для того, чтобы из этого в будущем создавать какую-то расходку. Это могут быть какие-то зелья восстановления здоровья, это могут быть усиливающие, либо же укрепляющие зелья, порошки, которые могут действовать как только на вас, так и на вашу команду, увеличивая тем самым вашу защиту, либо же урон. Это может быть различная медицина, которая снимает с вас дебафы, которая снимает с вас отравления. Это могут быть ресурсы, которые нужны для крафта боеприпасов, для того, чтобы использовать лукорудия. В общем, система с лутом сделана прикольно, и в игре есть даже отдельные сеты, которые увеличивают количество собираемого ресурса. Но, с другой стороны, в игре есть такая интересная штука, как свой ботанический сад, где вы можете выращивать те ресурсы, которые вам нужны. И, скажу вам честно, зачастую этого достаточно. Вы просто не будете использовать такое количество ресурсов в процессе выполнения миссии, которые будут производиться в этом ботаническом саду. Немаловажным здесь будет выполнить дополнительные задания на расширение ресурсов, которые вы можете там выращивать, и на расширение слотов для этих ресурсов, для того, чтобы сразу выращивать несколько, скажем так, культур. Я с этим одно время протупил, и поэтому сильно потерял в ресурсах, но вы просто выполняйте все дополнительные задания, которые у вас есть, и все у вас будет тип-то. Ну и подводя итог, я думаю, стоит рассказать о том, что Monster Hunter это неплохая игра. Неплохая игра, однако эта игра уникальная, и эта уникальность может кому-то не зайти. Как минимум, можно начать с игрового концепта и стилистики. Ведь игровая стилистика является очень специфической, и внешнее оформление может тоже зайти далеко не каждому. То же самое можно сказать и про игровой концепт. Просто обычная охота на монстров. Все. Но эта игра как раз таки об этом. Именно о том, чтобы охотиться на чудищ. Поэтому учитывайте это. Возможно, вам это не зайдет. Но лично мне это очень даже понравилось. Еще один фактор, который может повлиять на ваше ощущение игры, это управление персонажем. Оно совсем не простое. Максимально не юзер-френдли. Нужно контролить свою выносливость. Нужно хорошо чувствовать противника. Понимать, когда можно заблокировать. Когда можно увернуться. Понимать, когда можно атаковать. Понимать, какую комбинацию использовать для того, чтобы нанести урон и при этом не потерять в мобильности. Потому что какая-то комбинация может быть более дамажной, но при этом вас обездвижит. А другая будет менее дамажной, но при этом вы сможете уворачиваться. Ну и конечно же, вот это само управление персонажа, которое не совсем удобное. Потому что персонаж имеет инерцию оружия. Оружие является довольно вязким. Иногда вы не можете динамически изменить направление удара персонажа. Вам нужно прерывать комбинацию и заново целиться на монстра и терять время. Короче, это все в Monster Hunter немножко раздражает. К этому можно привыкнуть. Но вы от этого полностью не избавитесь. Вы не избавитесь от того, что монстр будет находиться в оглушении, но в какой-то момент времени он там поднимет хвост, либо же дрыгнет головой, и вы не попадете по нему. Хотя он полностью обездвижен. Это тоже может раздражать и может не всем заходить. Плюс ко всем опять же таки, Souls-like боевка, она очень специфическая и сделана абсолютно не для всех. Также в Monster Hunter отсутствует, скажем так, явный мультиплеер. Я бы сказал, что это сессионный кооп. У вас есть сессия на 16 человек, есть лобби на 4. Зачастую на 4. И этим и ограничивается весь геймплей. В игре нет какого-то большого социального взаимодействия. Да и я считаю большим упущением то, что разработчик сделал взаимодействие между игроками только вот в этом вот хабе, который является как отдельной частью поселения. То есть даже находясь в одной сессии и ходя по городу, вы не сможете встретить других игроков, которые закупаются какими-то ресурсами для следующей вылазки. Которые берут задания, которые находятся на кухне и трапезничают. Либо же игроков, которые находятся в кузнице и выбирают себе новое снаряжение. Этого в игре, к сожалению, нет. Почему так? Учитывая, что сессия насчитывает всего лишь 16 человек, если честно, я не знаю. И вот это вот ограничение, скажем так, взаимодействия между игроками только в хабе, либо же в процессе миссии, я считаю недостаточным. В такого рода играх, мне кажется, важно иметь больше возможностей для взаимодействия между персонажами, которые будут являться чем-то большим, чем какие-то шаблонные стикеры, либо же анимации, которые может применять персонаж исключительно на себя. Поэтому социальное взаимодействие в Monster Hunter слабенькое. Но, возможно, оно и немногим нужно. Ну и еще один фактор, который может кому-то не зайти, это линейная прокачка. Отсутствие возможности сделать из персонажа бога, который будет убивать всех с одного удара. Я не нахожу это большой проблемой, и я даже считаю, что Monster Hunter очень хорошо сбалансированная игра. Но для кого-то это может стать существенным фактором, который повлияет на выбор игры. Однако, с точки зрения внешнего вида, с точки зрения геймплея, с точки зрения того удовольствия и тех чувств, которые дарит Monster Hunter, я считаю, что игра 100% стоит своих денег. Стоит ли покупать ее за фул прайс? Ну, если честно, не знаю, потому что очень часто на Monster Hunter появляются скидки и скидки на довольно хорошие проценты. То есть поймать скидку на 50, 60, 70% это более чем реально. Я и сам покупал Monster Hunter, далеко не за самый большой прайс. Но что стоит учитывать, так это то, что по-хорошему, если вы решили уже играть в эту игру, покупайте Monster Hunter World и Iceborne вместе с ним. Потому что DLC Iceborne раскроет игру в полной мере, и как минимум даст вам возможность сразиться с древними драконами исполинского размера, и даст вам возможность путешествовать по путеводным землям и проводить там множество-множество часов. Короче говоря, с моей точки зрения, Monster Hunter игра хорошая, игра очень атмосферная. Это та игра, которая дает вам возможность погрузиться вот в этот вот мир приключенца, мир авантюриста, мир гильдии искателей, в которой у вас есть карточка с вашими заслугами, в которой есть ранги. И сражаясь со всеми этими монстрами, вы увеличиваете свой ранг и завоевываете, скажем так, репутацию в гильдии, и показываете всем игрокам, насколько вы классный охотник. Monster Hunter World это та игра, которая затягивает и дарит незабываемые эмоции. И если честно, я даже не вспомню такого большого количества игр, которые за такой небольшой промежуток времени подарили мне такие хорошие проведенные часы. И хоть Monster Hunter игра довольно специфическая и далеко не идеальная, тем не менее, в отношении этой игры у меня есть только теплые воспоминания. И надеюсь, что, попробуя этот проект, вы столкнетесь с такими же воспоминаниями, и с такими же эмоциями, с таким же впечатлением, которое было у меня. Спасибо вам за просмотр и уделенное внимание. Ну а мы еще услышимся.